Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями. Самое актуальное на сегодняшний час. В Черниговской области уничтожена очередная колонна оккупантов. Вот, видите, разгромленная техника. Все, что осталось от российских наступательных войск. Как сказать, подбитые вон машины. Фотографии, все. Российская техника разгромлена. И вот сейчас в Украине погиб командующий 49-й общевоисковой армии Южного округа генерал-лейтенант Яков Рязанцев. Вот он на фотографии. Информацию о гибели высокопоставленного путинского командира опубликовали на сайте МВД Украины. Напомним, вчера советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что наши войска нанесли удар по командному пункту Уральской 49-й армии. Вот, генерал-лейтенант, это очень практически, там приближенный к Путину уже погиб. Так, полк Азов сообщает, что в результате ночных боев за Мариуполь было уничтожено 5 вражеских грузовиков, одна БМД и провождаена бронемашина десанта. Убито более 20 оккупантов. Так, вот, министр обороны Украины Алексей Резников и командующий сухопытными войсками генерал-полковник Александр Сирский посетили позиции защитников Киева и наградили отличившихся бойцов наградным оружием. Вот, посмотрите на фотографии. Так, министр обороны Алексей Резников, вот, и бойцы украинские. Так, вот, видите на фотографии, как раз я вам продемонстрировал. Так, в результате бомбежки здания Мариупольского драмтеатра под завалами погибли около 300 человек. Сейчас я вам покажу как раз, вот, в драмтеатре Мариуполе погибли около 300 человек. Был нанесен удар, видите, от драмтеатра ничего не осталось, погибли люди. Там пряталось 1300 человек, оказывается, 300 человек погибшими уже. Все, официально уже заявлено это число. В драмтеатре Мариуполя, на который 16 марта российские войска сбросили бомбу, погибло около 300 человек. Однако, эта цифра не является окончательной. Такую информацию утром 25 марта обнародовали в пресс-службе Мариупольского горсовета. От очевидцев появилась аформация, да, что погибли 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. Вот так. А еще украинцы эти СМИ говорили, ой, извиняюсь, российские СМИ говорили, это сами они себя подзорвали, я думаю, ну что это за идиоты, это вообще уже люди, что подложили под себя фугасы и взорвали себя, 300 человек специально, чтобы, как сказать, это идиотист, говорю, уже эту российскую прессу уже лучше я уже стараюсь даже не читать. Ну вот, сначала вторжение. Российские войска потеряли уже больше 16 тысяч солдат и офицеров. Подбиты или захвачены в трофеи 561 танк, 1625 бронемашин, 291 альтериорейской системы, 90 реактивных систем залпового огня «Град», уже почти 1100 автомобилей, 72 цистерны, было 70. Цистерны увеличиваются с каждым днем. Сбиты и уничтожены самолеты, 115 самолетов было 108 вчера, 125 вертолетов, 53 оперативно-тактических беспилотников. Два корабля потеряли, да, вчера были потеряны армии РФ, два корабля взорваны, и два еще были подбиты, они там уже в таком состоянии, как сыт, плачевном. Ну вот официальная сводка. Сейчас еще по главным новостям, что где происходило. Оккупанты обстреляли золотое из «Градов», сейчас я покажу. Вот тут Листичанг, Северодонецк, золотое, такой поселок. Так, сейчас покажу, да. В Луганской области российские захватчики сегодня утром стреляли градами золотое. Сегодня утром русский мир в очередной раз почувствовали жители золотого. По городу армия России открыла огонь градами. Число жертв разрушений уточняем. Отмечается, что в течение суток в области продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины пытаются вытеснить россиян из Попасной и Рубежного. Геврад закрепился в окрестностях населенных пунктов. В то же время захватчики положают обстрелы жилого сектора. Вот, видите, боеприпасы. Так, еще сейчас новость. Вот, самая трагическая ситуация в Луганщине. Север Донецк остался вообще без тепла. Рубежные Попасные без воды. Самое страшное, что без воды люди остались. Без воды там 8-10 суток и все. Север Донецк остался без тепла. Рубежные Попасные без воды. Почти 100 тысяч человек остались без света. Так, и вот такая информация. Самое главное, что еще почти 100 тысяч потребителей без электроэнергии. Это вообще, хотя бы свет был уже, ясно там. Это и все полностью, говорю, катастрофа. Север Донецк, Лисичанский. Вот, Лисичанский без тепла остались 7 тысяч человек. Так что вот это, сейчас покажу на карте. Здесь зона, это ужас. Вот, Север Донецк, Лисичанс, Рубежная. Вот здесь, как маленький Сталинград, Рубежный. Там до конца защитники высоубьются. И люди вообще, катастрофа гуманитарная. Как-то им надо уходить, хотя бы Краматорг. Сюда вот направление, чтобы спасти свои жизни. Так, и разведка США заявила, что 60% запусков ракет по Украине оказались неудачными. Видите, ракета не долетела. Уже идет такая информация, что российские ракеты, как говорит, не долетают и не взрываются. Бракованные. Я потом расскажу, почему. Так, Соединенные Штаты оценивают, что Россия сталкивается с отказом в 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину. Об этом сообщит агентство Reuters. Ссылаясь на американскую разведку, трое американских официальных лиц заявили, то, что по оценкам Соединенных Штатов, уровень отказов России этих ракет, вообще они стали, так сказать, не взрываться. Он зависит от типа запускаемой ракеты. Иногда может превышать даже 50 или 60%. И было запущено, Россия выпустила по Украине более 100, ой, извиняюсь, 1100 ракет. Из них половина не взорвалась. Вот лежит, видите, похоже на точку. Помню, еще Пашинян тогда жаловался Путину. Почему, Владимир Владимирович, наши ракеты, мы стреляли по Азербайджану, они не взорвались. В чем дело? Купили ракеты и все, они не взрываются. Я не удивляюсь, что теперь вот 60% запусков ракет, они неудачные, потому что они не взрываются. Вот она лежит, такая балованка. То ли украли там эту электронную, то ли тротил украли, то ли что. В общем, они бракованные, я скажу. А как они хотят выиграть эту войну, если у них ракета не взрывается? Они стреляют, да, но ракеты лежат вон в поле. Иди и подбирай на металлолом. Я говорю, Пашинян был прав, что говорил, что у вас ракеты не взрываются. 10% говорит, все взрывается. А остальные не взрываются. Вот Пашинян не врал, значит. И вот сейчас ВСУ уже у армии РФ, как сказать, отобрало, отбило 43 танка. И понимаете, такая ситуация, что этот, как его, Канашенков сообщает, что мы подбили танки, мы там уничтожили. А ВСУ подбирает, отбирает танки у российских захватчиков и воюет на них. Танковые потери украинской армии значительно ниже, чем у противника. Кроме того, украинские защитники захватили более сотни трофейных танков. Да, идет такая информация, что или россияне бросают танки в эти грязи, и они хотят дезертировать, убегать, бросая технику, им нахер эту жизнь спасти, главное. А эти все танки подбирают украинцы, снаряжают боеприпасами, топливом и воюют на них. Все правильно. На вооружении ВСУ сейчас на 43 танка больше, чем до войны. Украинская армия больше танков, чем с начала войны, поскольку продолжает их захватывать у России. За время войны Украина потеряла 74 танка, но, видите, еще приобрела. Да, Россия во время войны в Украине потеряла поменьше 274 танк уже подбитыми. По данным издания силы обороны Украины захватили 117 российских танков, остальные уничтожены на поле боя. Ну и вот, такая информация, что теперь есть чем воевать армией ВСУ. Всего такие новости, ребята. Так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.